всем приветики пришел мне из китая такой вот защитный бокс для жесткого диска был в почтовом пакете с пупыркой и в таком вот обычном целлофане вот так он выглядит правда тут я заметил уже что он как будто бы порезанный ну то есть везде вот он такой нормальный новенький покрытый такой переливающейся тканью но здесь вот он порезанный вот она видно по резик такое и это неприятно то что вот она порезанная такое и кстати он мягкий сильно мягкий вот я предыдущий покупал он на по размеру такой же у орика покупал вроде бы по размеру такой же даже чуть поменьше но он потверже размер ну-ка ну да такой же но через папам пониже вот он вот и вот вы трогаешь он то прямо не особо нажимается а это трогаешь он прямо он как выдавливается это так не вдавливается короче какой-то слабенький и порезанный он стоит блин дорого 7 долларов 7 с половиной долларов еще доставка платная 3 доллара это стоит по моему 4 доллара и он весь такой твердый весь такой целенький а этот и дороже стоит и мягкий такой еще и порным порезанный это неприятно но я убрал из-за того что в нем типа такие вот штуки вот типа подушечки такие если ворика там ничего внутри нету ты открываешь и здесь просто вот просто как бы ткань здесь мне уже лежит жесткий диск трансцент я хотел сюда положить вот этот изначально он сюда и хорошо подходит но решил что здесь два терабайта ему нужно более больше защиты и поэтому взял с подушечками а здесь всего лишь 250 гигов поэтому ему можно и меньше защиты здесь просто вот она просто ровная поверхность вон она и на ней лежит ростки диск а здесь здесь прямо вот подушечки такие то есть по идее помимо то что корпус он хоть и мягкий но это лучше чем ничего и плюс еще на подушечки то есть если упадет то эти подушечки вот они нажмутся и самортизирует удар все первых пластмасс к это но хоть и мягкая но немножко на себя примет удар плюс еще подушечка самортизирует он нажимается и назад отскакивает ну то есть это кстати единственный такой именно такой чехол с такими подушечки там есть еще один такой на самом алиэкспрессе я нашел только два таких чехла с подушечками один вот такой что подушечки здесь и другие здесь сверху то есть они с двух сторон получается его будут прижимать жесткий диск а второй точно такой же только вот эта штука не на этой стороне а вот здесь и получается так одолженно жесткий диск из-за того что он приподнимается и эта штука которая находится здесь вот эта крышечка она она тоже приподнимается и так торчит и получается некрасиво так А когда там ничего нет, она полностью скрывается. То есть, когда ничего нет, она вот здесь вот лежит. Но когда лужевский диск, он же приподнимается где-то вот так вот. Соответственно, и она отсюда тоже так вот приподнимается и уже не лежит, а так поднятая. Я там на фотках видел. Но некрасиво. А такой вот он и единственный. Вот здесь тоже эти подушечки мягкие. Вот здесь резинки под флешки какие-нибудь. Хотя, если берешь чехол для жесткого диска, зачем тебе сюда еще и флешки вложить? Флешки, в принципе, и так не боятся ничего. Вот кинь флешку на пол, да ничего с ней не станет. А вот жесткий диск с ним станет. Он сломается. Ну, не сломается, она может начать хуже работать. Вот и здесь тоже. Короче, везде подушечки. И здесь, и здесь, и еще и здесь. И здесь отсек для провода. В целом сделано. Качественно. Вроде как. На вид. Ну, я вот сейчас глянул на паузе. В принципе, все прошито качественно. Везде все качественно. Ну, там где-то вон торчат небольшие вот эти ворсинки из-под прошивки. Ну, в принципе, нормально. Здесь все тоже качественно. Здесь все качественно. В принципе, все качественно. Кроме того, что... Сама пластмасса по себе мягкая. И она сильно жмется. И порезана. Вот. А так, в целом... В целом, вроде бы, качественно. Вот. Хотя, я не знаю, сразу не обратил внимание. Было оно так или не было. Вот оно не закрывает. Ну, типа, ты открываешь, все нормально. Закрываешь. Вот просто толкаешь закрыться. И оно не закрывается. А так приоткрыто. И ты вот как-то так вот закрываешь, отпускаешь. И оно все равно открывается. Вот Орика. Вот он открыт. Вот он. Ты просто закрываешь. Все. Он лежит. Он нигде ничего не приподнято. А здесь оно болтается. Я не знаю, сразу так было или сейчас так стало. Не знаю. Короче, есть нюансики у этого. Он, во-первых, дорогой. И, во-вторых, не сильно как-то... О, ну, в целом... В целом, сюда жесткий диск мой хорошо подходит. Плюс там еще эти подушечки. Снизу будут амортизировать. Если он будет падать. И сверху закрываешь. И оно, получается, прижимается. Ну, вот получается, сверху прижимаю. А вот если бы эта штука была здесь, Ну, она, получается, пришита вот к этому шву. Ну, то есть, туда же, где и резинка. И если бы оно там было, оно бы сейчас вот так бы по таким же наклонам торчало бы вот так вот. И тебе пришлось бы наклонять так вот. Она бы здесь загнулась. И даже не до конца бы закрыла. А где-то вот на середине. Потому что половина на перегиб бы перешла. Ну, короче, некрасиво. С этой стороны лучше. Вот так, в принципе, закрывается. И, получается, снизу подушечки поджимают. И сверху подушечки ты закроешь на замочек. И подушечки ты сверху будут поджимать. То есть, он со всех сторон подушечками зажат. Это круто. Плюс еще можно положить кабель. Правда, кабель туда ложишь, и это уже торчит всего лишь от кабеля. А если бы повернуть с другой стороной, чтобы там лежал провод. Ну, в принципе, можно и так. Вот тогда оно не сильно торчит. От кабеля оно уже приподнимается. Ладно, так и зато выпадать будет. Ну, в принципе, с кабелем оно уже, оно еще больше не хочет закрываться. Оно прям так серьезно мешает. Ну, вот, кабель уже мешает, реально. Он торчит. И здесь такое натяжение прямо идет. То есть, если вот я руками держу, если не держать, то вот, как оно приподнято. И, чтобы тебе закрыть, тебе нужно прям вот это все приподнятое задавить. Я прям так серьезно всего наш палец поберел. Усилие приложить. Ну, замок легко идет. И закрыть. Ну, короче, блин, жестко что-то. Что-то здесь слишком мало места. То есть, хотелось бы, чтобы немножко глубже он был. Он и так немножко повыше, чем Орика, к примеру. Но хотелось бы, чтобы он был еще глубже. Типа сюда там чуть-чуть повыше и сюда повыше. Чтоб не было вот такого. Он же, блин, торчит прямо. Хотя это все из резинки, конечно же, которая давит. Надеюсь, что то, что он так все время раздавлен, оно не порвется нигде. Так, что я могу сказать. С одной стороны, я рад, что пришло. То, что я заказывал. Но, с другой стороны, оно не сильно качественно, я бы сказал бы. Сам, во-первых, материал мягкий. Жмешь, вот он прямо жмется. Ну, вот так вот жмешь, он прямо жмется. Во-вторых, как-то здесь слишком мало места. То есть, оно вот как натянуто. То есть, он такой толстый стал. Потому что там все внутри распирает, как бы. То есть, тут как бы и кабель давит. Вот здесь снизу заставляет эту штуку отодвигаться. И жесткий диск, он выпирает как сильно. Ну, там просто подушечки еще. Жесткий диск выпирает. Плюс кабель торчит. И все это, ну, вот в таком состоянии находится. Тебе нужно так вот сильно зажимать. И оно прямо здесь аж так выгибается так. Хотя, по идее, оно не должно так быть. Может быть, типа жесткий диск должен быть поменьше. Ну, похудее. Хотя оно и так-то торчит. Короче, ну, я не знаю. С одной стороны, это именно то, что я заказывал. И на вид выглядит нормально. Но с другой стороны. Как-то оно... Ну, не очень, что ли. Не, так-то оно хорошо, то, что и подушечки, и все такое. Но то, что оно... Ну, поцарапано, это уже ладно, как бы. Но оно как-то плохо закрывается. Оно же даже без ничего приподнято. А когда туда положишь жесткий диск, еще плюс кабель, так оно вообще вот так стоит. Получается, когда закрываешь, оно что-то так прям выгибаю. Ну, я не знаю. Ладненько, буду пробовать. Положу сюда все. Закрою. Оно, конечно, натянется. Если со временем порвется, обидно будет. Конечно, он дорогой. Намного дороже, чем этот. В два раза, можно сказать. Ну, посмотрим. Если что, докуплю обычный без этих подушечек. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покидал.